Доброе утро всем. Доброе утро. Мы уже давным-давно встали, давным-давно умылись и позавтракали, и уже даже приехала мама и сделала массаж, потому что на этой неделе она теперь приезжает не посредине дня, а приезжает к половине двенадцатого. Мы сделали массаж, проводили маму, и сейчас я хочу опубликовать влог, и потом перекусить, и мы пойдем гулять чуть позже, чем обычно, потому что обычно мы в это время как раз выходим, но из-за массажа все сдвигается. Так? Стыкаешь? Ты мне глаз не выбей. В городе плюс четырнадцать, а у нас все плюс четырнадцать. Печататка. Вот, а еще сегодня Алишер забрал кресло, потому что мы его собирались продавать, и тадам! Освободилось много места. Медведя надо постирать, поэтому он так печально валяется, зашить, постирать и посадить, наверное, на подоконник, не знаю. Еще я хочу вместо этого пакета, который там стоит, у нас есть контейнер для игрушек, как раз достать и шкаф, и контейнер освободить, и положить в него артешины игрушки. Но это мы сделаем, когда придет кровать. Здравствуйте! Давно не виделись с вами. Как ваше дело? Гулять пойдешь? Пойдем гулять? Как это не пойдем? Пойдем! Пойдем! Летчик на летчик! Что? Рекса! Позитивная такая! Веселая собачка! Гулять хочу с тобой, чтобы ты себя хорошо вела! Ты же большая! А ты себя как ведешь? Скажи, пожалуйста! Мы выбрались из дома. Слава богу, вышло солнушко, но вообще погода какая-то бодренькая. Не жарко совсем-совсем. Сейчас пойдем в парк ближайший. Будем там гулять. Будем там снимать. Хочу в одно место уйти. Велико-велико там. Надеюсь, там никто не будет ходить. И там тоже будут черри-котички. Мы туда еще не ходили в этом году. Так что попробуем. Встала я тут на солнышке, пригрелась. За три минуты Рекса вот замоталась. Рекса, пошли! Как ты выходить-то будешь? Ты там вокруг дерева обмоталась все. Пойдем! Рекса, пойдем дальше. Мы тут вон где ходим. Камера в шерсти. Я хотела уйти в дальний конец парка. Что-то у меня ноги не носят сегодня вообще. Я обычно таким бодрячком и сейчас я иду, думаю, скамейку бы мне сесть хочу. Не знаю, почему ты такая уставшаяся. Так и гуляем. У меня нет сил идти. И проигрываются сторис. И Рекса тут. Донесите меня до дома, пожалуйста. Ножки у меня не работают. И я хотела снять видео про бьюти-коробочку. Ну, во-первых, дует сильный ветер. Во-вторых, я никак не могу найти фон для того, чтобы снять каждый продукт отдельно. Мне ничего не нравится. Все какое-то либо лысое, либо куцое. Вот только Рекса. Типа счастлива. Ты застряла. Подожди. Давай. Дурочка. Мы домой пришли. Еле доползли. Но два часа отгуляли и еще потом будет. На меня сейчас, прикиньте, около подъезда наехала девочка. Сидели две девочки, лет 12. Я подошла к подъезду. У меня Рексу всю дорогу, естественно, была при шпандоре на коляске, чтобы она никуда не убежала. Я подошла к подъезду, увидела этих девочек. Ну, точнее, Рекса их увидела. Вот. А она начала метаться от страха. Ну, и я отстегнула Рексу, чтобы Таня прокинула коляску и могла подойти к подъезду, подбежать. А я подошла с коляской. То есть это буквально метров 5-7 максимум. Когда Рекса была не пристегнута, то она просто пробежала к своему подъезду. И девочка такая, а вы знаете, что такие собаки должны гулять только на поводке? Я говорю, я в курсе. Такая, вообще-то, по закону. Я говорю, я приму к сведению. Что это было, я вообще не поняла. Просто, не, я в курсе, что большие собаки должны гулять на поводке. Я целиком за. И наша собака гуляет только на поводке? Можно в сумасшествие хотя бы не впадать? Собака просто подошла к дому. Короче, какой-то странный день. Странные люди мне попадаются. Ой, Артёша, ты срыгнул и весь обляпался. И комбез обляпал. Молодец. Блин, без 15 и 4. Я вообще без сил. Надеюсь, сейчас ребёнок дарит мне полчаса посидеть, отдохнуть. Поиграет в игрушки. Поиграешь в игрушки, мама, что-то вообще не играет сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жду, когда Артёша уснёт. Там уйдет бак. Я надела ещё одну кофту. Реально очень холодно. Вот. И вообще, какая-то сегодня булка полнейшая. Не знаю, почему. Аншир, он такой же, но у него по работе сегодня стресса много. Я-то чём? Не понимаю. Артёша капризничает, потому что плохо спит, а потом капризничает, что не поспал. Столько, сколько можно. Сейчас буду снимать кусочек видео для бьюти-коробочки. Артёш наконец-то уснул. Я отсняла видео. Ветер стих. Я купила вкусняшку в океи. Надеюсь, я не перемазалась. Теперь я гуляю, наслаждаюсь погодой. У меня хорошее настроение. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Субтитры сделал DimaTorzok Настал вечер, Кузя, ты достала ради, если честно. Я сейчас буду кормить кота. Я только что уложила ребёнка. Он долго у меня укладывался, потому что сбился у него режим сегодня. Но всё в порядке. Заснул. Надо было полежать рядом с ним для того, чтобы он не снул. Вот. И Алишера всё ещё нету. Он будет через час. Всё упало. Я испугалась, что я села на кота. Знаете, это страх любого кошатника. Сесть на кота. Это подушка. Я сняла сидушки, кстати, со стульев. Постирала их. И так непривычно, что стулья без сидушек. А кресло Артёшина, стульчик у нас вот здесь стоит. Вот так вот. Неудобно, но что поделать. Я не знаю пока, как по-другому сделать. Мы его всегда складываем, когда не используем, потому что боимся, что кот туда запрыгнет и подерёт. Его очень жалко будет, потому что стульчик очень красивый. Ну, а так мы его раскладываем, и он тут как раз стоит. И мы все помещаемся. Иногда в комнату беру. А в комнату теперь так свободно, потому что качелей там нету. Надо там тоже заняться. Надоедает. Домом иногда заниматься. Ну, вот так постоянно. Вчера и сегодня так на отвалив все дело. Ну, а стирку запустила. Мне кажется, пара бодиков, которые я вчера распаковала, будут Артёше в самый раз. Ну, не в самый раз, но как бы вот это, по-моему, следующий размер. Посмотрим. А я их постирала, они сейчас сушатся. Завтра я их примерю как раз, потому что я их еще на него не надевала. Я все жду, когда он вырастет из тех бодиков, которые он носит сейчас. Там 4 штуки у нас, по-моему, самых таких вот. В лягушках, желтый с овечкой, голубой с надписью, не помню, то ли папа, то ли мама меня любит, или я их люблю. И еще серый с надписью папа плюс мама равно я. Он их носит, по-моему, месяца полтора уже. И вот я все надеваю, думаю, ну все, наверное, в следующий раз уже не налезем. Ну, как бы так вот. Приток сидит, нормально. Не то, что ему давят, а вот именно нормально по самому максимуму. Потом в следующий раз, а не, еще раз можно надеть. И так вот длится уже пару недель, наверное. И все, он никак не перерастет. Ну, посмотрим завтра. Я что-то уставшая, не знаю почему. Сейчас бы посидеть, позалипать в книжку и маникюр сделать, но мне надо домонтировать видео, потому что надо завтра публиковать на Зазеркалье, и оно будет очень долго выводиться, поэтому мне надо его сейчас доделать. Я все записала, оно осталось смонтировать. Вот, и тогда оно к утру сохранится. И еще я записала, вот я говорила, кусочек для бьюти-коробочки на улице, и еще я записала сегодня еще одно видео для Зазеркалья, там только надо аудио будет записать. Все сделала. Я горжусь собой сегодня много. На самом деле, если не работать в декрете, то будет очень много свободного времени на то, чтобы успеть что-то, когда ребенок себя хорошо ведет. лето круто. Я надеюсь, это выльется в то, что будет больше видео для вас. Ладно, все, пойду делами заниматься, ждать или шара, приводить себе в порядок. Вообще, у меня проческа посреди дня развалилась, надо это все распустить, расчесать. Может, глупо, помочь завтра так прям вставать. Блин, не хочу. Но это мы все с вами обсудим завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok